Валерия Валентиновна решила уехать на лето к детям. Три месяца ее не будет по месту проживания. Женщина волнуется, что пропустит срок уплаты налогов и интересуется, можно ли заплатить их заранее. Да, можно. Прямых запретов на авансовые платежи за несколько налоговых периодов Налоговый кодекс Российской Федерации не содержит. Но это не гарантирует, что не придется доплачивать налоги или писать заявление о зачете уплаченных ранее налогов в счет начисленных в случае изменения реквизитов для оплаты налогов. Светлана живет в многоквартирном доме. Утверждает, что домофон ей не нужен и платить за него не собирается. Правомерен ли отказ от оплаты за домофон? Отказаться от платы за техническое содержание домофона в одностороннем порядке нельзя. Условия договора управления многоквартирным домом устанавливаются одинаковыми для всех собственников в помещении этого дома. Сумма за домофон входит в единый платежный документ по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме. Алексей самозанятый в автосервисе. Интересуется, может ли он использовать в своей коммерческой деятельности труд волонтеров? Использование помощи волонтеров в коммерческой деятельности недопустимо. Это прописано в пункте 2 ст. 2.135 ФЗ о благотворительной деятельности добровольчестве. Направление денежных и других материальных средств, оказание помощи в иных формах коммерческим организациям благотворительной деятельностью не являются.